Жертвой столкновений в Донецке, по уточненным данным, стал один человек, 22-летний пресс-секретарь местного отделения партии «Свобода». Ранее сообщалось о двоих и даже троих погибших. Пострадавших более 30, из них четверо до сих пор остаются в больницах. Обстановка в городе сохраняется напряженная, часто превращаясь в перепалки на улицах. Что было два мнения, две стороны, много людей собралось, и с той, и с другой стороны. Ну, все это, конечно, наверное, надо нам всем пережить, набраться терпения, все во времени. Я хочу федерацию. О чем? Как это, о чем? Я хочу федерацию. Нет, зачем? В составе Украины. В составе вокзала, Москва. Да правда? Вы мне будете рассказывать, что мне нужно делать? Это провокаторы вот такие, как вы. Вот вчера приезжали. Мне нравится вперед. Вот и вам не нравится вперед. Пожалуйста, на западную Украину. Вчера украинцев тут зарезали эти пророссийцы, россиянцы. Вы расскажете. Это так надо. Поганой метлой возгнать. Это вас поганой метлой. На западную Украину к галычанам. Сообщается, что власти Донецка уже получили несколько заявок на проведение новых акций в субботу и воскресенье. В избежание столкновений жертв мэрия готовит запрет на проведение массовых мероприятий, по крайней мере, на выходные.